Пару дней назад я через другое устройство зашел на свой аккаунт и он был просто какое-то время заблокирован или удален даже, ну скорее всего заблокирован и когда над вами издеваются, лучше не молчать и как-то тоже негативно высказываться в их адрес. Еще есть такой момент, что мне постоянно звонят на домашний телефон какие-то люди, а постоянно с какими-то своими услугами. Голос у них как у робота какого-то просто. И они сначала молчат, какие-то шумы идут из трубки, а потом уже когда говоришь алло, они уже начинают входить с тобой в диалог. И это очень какие-то странные люди. И они звонят это всем постоянно. То есть вот когда я работал, мне какие-то начали сообщения приходить от незнакомых номеров и какие-то звонки с какими-то услугами навязчивыми. И вот до того момента, когда я не работал, таких звонков не было и сообщения были такого рода, что типа пошли гулять. То есть я даже не знаю, кто меня зовет гулять, еще что-то. То есть для меня спать, например, это настоящее мучение. Мне очень тяжело заснуть, абсолютно нет никакого желания спать, но мне приходится себя заставлять. И вот по утрам тоже кушать особо не хочется, это уже селом себя заставляешь. То есть я очень люблю нецензурно выражаться в сторону этих пси-операторах, когда есть травля, нет травля. Я даю себе просто волю говорить так, как я хочу. Вот. То есть у меня были такие моменты галлюцинации, когда я увидел просто дьявола, и он был в таком в образе какого-то пацанчика с рогами и в спортивке. И он шел со мной рядом и говорил мне, я хочу быть таким же ровным пацанчиком, как и ты. Вообще смешно просто. И... Есть кое-какие аудиозаписи, в которых есть приблизительно что-то такое. И мне кажется, это просто зомбировка, и... И... Прослушивать какие-либо музыкальные песни очень опасно. Вот. И лично мое наблюдение. И... То есть каждое видео это как патрон в сторону их летит. И если они травят нас, например, каким-то телевизором, еще что-то, мы будем выпускать свои видеоролики и просто таким образом как-то сделать так, чтобы они вели себя поспокойнее. И... То есть, вот когда, например, в университете началась эта травля, я просто молчал, тоже ничего не говорил. И я абсолютно не знал, как себя в такой ситуации вести. И если, например, не защищать свою психику от таких... ПСИ-ударов, то она у вас просто накроется. Вот. То есть еще у меня такое прозвище иногда мне давали ПСИ-операторы, что я какой-то циклоп. То есть очень любили повторять это слово постоянно. Вот. А я так медленно говорю и рассуждаю, потому что мои видеоролики это спонтанно, я к ним не готовлюсь. И... Просто говорю, что думаю, конечно, заранее немного обдумываю свои слова, что говорить. Вот. Как говорить? Как преподносить информацию? Вот. Вот. еще хочу поговорить о сигнализациях моменты когда у тебя изменено восприятие ты просто например думаешь о чем-то своем или говоришь о чем-то своем и вот эти сигнализации звенят и как будто они как-то тебе подают сигнал что что типа они с тобой согласны или еще как-то было ну как я это воспринимаю как какой-то положительный какой-то отзыв на мою мысль еще или еще что-то вот у меня вообще было такое ощущение что они общаются со мной через сигнализации то есть это конечно смешно вам что такие мои наблюдения и и и и и конечно заранее извиняюсь что у меня такие длительные продолжительные паузы просто мне приходится вспоминать на ходу о чем еще можно сказать то есть даже вот я замечал что я ездят какие-то машины с пожарными лестницами и у меня было такое чувство что они устроили вот передо мной шоу и у меня было такое чувство что они сейчас передо мной какие-то трюки будут делать или 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 заставлять меня их делать вот когда я лежал в больнице один пациент я проснулся еще как бы не до конца проснулся и он мне такой говорит что они для тебя трюки больше не буду делать то есть такие вот странные какие-то вещи моей жизни я их абсолютно никак не могу объяснить на самом деле мой арсенал истории уже почти заканчивается я уже не знаю о чем можно поговорить когда на работе был была у нас одна такая женщина как бы она была главная и и я прихожу я два дня отработал я очень устал она еще не хочет на карточку за зарплату перечислять и мне приходится на третий день ехать я просто устал задолбался и у меня нервная система сильно была истощена и прихожу и она даже не может дать денег тебе потому что надо разменять у размены там кому-то не дали но я подошел мне разменяли деньги почему-то кому-то не разменяли мне разменяли и такие такой разговор у нее был что что я а про вас все знаю то есть нас было трое и она нам говорит я про вас все знаю кто сколько был женат кто вообще не женат и смотрит на меня у меня началась настоящая дикой какая-то паранойя но и вообще просто и вот рабочие какие-то тоже включали какие-то то есть я не был не общительный такой не разговарчивый и не и рабочие какие-то включали какие-то видеозаписи о том что типа мало общительные люди типа очень умные еще что-то и меня это как-то напрягало и и и и после этого через какое-то время они бегали по рабочему месту и что-то обсуждали говорили вот короче что психическую атаку сделал ну как недословно конечно но смысл такой то есть то есть со мной работал какой-то наркоман и он узнал что я живу сейчас один и очень просился ко мне домой я конечно отказал зачем он не нужен просто и и вот этот наркоман открыто говорил что он что-то употребляет да такое и и и и в итоге чем все закончилось тем что все знали что он наркоман его тоже обсуждать начали то есть не его присутствие в моем присутствии начали говорить типа как он не боится связываться с наркоманом и и мысль потерял и 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 просто доходят до смешного что придираешься к сигнализации вот наверное все